Ребят, в общем, новости по поводу Шона Роддена и всей этой ситуации, которая с ним сложилась. Сегодня утром я приехал в Голлс и поговорил с Чарльзом Глассом. Это тренер Шона, постоянный тренер Шона, его друг. Поэтому максимально достоверная информация, насколько это возможно в данный момент. Плюс то, что сейчас уже официально опубликовано в интернете. Объявлен залог 750 тысяч долларов. Это та сумма, которую Шон должен будет выплатить, чтобы не быть задержанным. Но прикол в том, что на него вчера был выписан, позавчера, в четверг, был выписан ордер об аресте в Юте. И вчера, в пятницу, его арестовали уже здесь, в Лос-Анджелесе. И в Лос-Анджелесе он даже не имеет возможности заплатить эти 750 тысяч долларов, чтобы выйти на волю. Здесь в Лос-Анджелесе его могут держать, насколько я знаю, вплоть до двух недель, прежде чем отсюда его обязаны будут направить в Юту, где в Юте он будет уже иметь право оплатить вот этот вот залог, чтобы выйти на свободу и дальше уже в суде рассматривать, участвовать в этом деле по его обвинениям. Что еще стало известно? В общем, для тех, кто не понял, почему только сейчас вся эта тема всплыла, как эта девушка там полгода носила на себе ДНК Шона. На самом деле, все это происходило еще тогда, в октябре. И сразу после этого инцидента эта барышня пошла, сделала медэкспертизу, сняла тогда все анализы. Как выясняется теперь по официальному отчету, на ней были обнаружены, помимо ДНК Шона, еще и надрывы ее полового органа. То есть это очень весомое доказательство в пользу, в поддержку ее версии о том, что все-таки она была изнасилована. Продюсерский центр, который занимается мистером Олимпия, этим турниром, American Media, они в тот же день уже полностью отвернулись от Шона. Они исключили, лишили его права участвовать на Олимпии 2019, и вообще в принципе на Олимпии пожизненно. Шон не имеет права выступать. В тот же день от него отвернулись спонсоры, от него с ним уже разорвали контракт Олимп, спортпит, с ним уже разорвал контракт компания, которая предоставляла ему одежду, clothing company. Короче, все буквально в один день сразу отворачиваются от Шона. Никто не хочет иметь никакого отношения ко всему этому. Правда, это неправда, чем закончится суд, неважно. От Шона уже все отворачиваются. Сейчас Шон здесь, в Лос-Анджелесе, арестован. И, в общем, очевидно, скорее всего, он проведет здесь две недели, прежде чем его отправят в Юту, где он сможет внести этот залог. Хотя я, честно говоря, не представляю, откуда ушел. А могут быть такие сумасшедшие деньги, 750 тысяч долларов. Ну, это уже другая история. Чаршник, кстати, еще сказал, что вот эта барышня, которая на него написала заявление, в этой же гостинице, в Юте, с ней находился еще ее и муж. И, в общем, вроде бы как за этой парой уже тянется какой-то шлейф, каких-то скандалов. То есть они не раз уже были ввязаны в какие-то вот такие истории и пытались что-то как-то где-то там вымутить. То есть у них у самих серая репутация. То есть это может сыграть как-то на руку Шон, я не знаю, в дальнейшем там разбирательство. То есть это, в принципе, непорядочные люди. То есть они уже были в каких-то делах каких-то замешаны. Ну, в общем-то, вроде как все рассказал, что на данный момент известно. Лос-Анджелес, Голджим Венис, История о Шоне. Буду держать дальше вас в курсе. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok